Друзья, всем привет! С вами канал StableDiv. Вышла новая модель Z-Image. Это высокоэффективная модель для генерации изображения от команды Tanguy My Alibaba. Она имеет всего 6 миллиардов параметров по сравнению. SDXL имеет 5 миллиардов параметров, а Flux 1 имеет 12 миллиардов параметров. Но за счет передовой архитектуры позволяет генерировать конкурентные по качеству изображения в сравнении с лидерами рынка. Z-Image легко помещается в потребительский сегмент видеокарт от 12 ГБ видеопамяти и превосходно справляется с фотореализмом, но другие сложные стили ей даются не очень хорошо. Она может генерировать и мультяшки, и также арты, но делает это не очень хорошо, а вот фотореализм получается вообще отлично. Z-Image содержит под капотом одну из лучших LM-моделей на сегодня – это Quent 3VL, которая позволяет модели понимать различные языки, а также генерировать текст на различных языках, в том числе и на русском языке. Всего линейка Z-Image будет состоять из трех моделей. Первая модель – это Z-Image Turbo, это очень быстрая дистиллированная модель, отлично генерирует фотореализм, и она доступна вот на данный момент. Z-Image Base – это базовая модель без дистилляции. И Z-Image Edit – это Edit модель, такая же как и Flux Context или Quent Edit, для редактирования изображений по подсказке. Модель Base и Edit на данный момент недоступны, но их релиз скоро должен состояться, а модель Turbo уже доступна и уже можно пуливаться. Модель Z-Image распространяется под лицензией Apache 2.0, что дает гибкость для интеграции, экспериментов, доработок, а также коммерческого использования. Архитектура модели Scalable Single Stream Dit, сокращенной S3 Dit. В этой архитектуре текстовизуальные семантические токены и вае изображения образуют единый входной поток, что эффективнее по сравнению с двухпоточными старыми подходами. По бенчмаркам LM Arena Z-Image Turbo показывает себя даже лучше, чем модель Flux 1, но эта модель, конечно же, уступает модели Flux 2, но и разница по требованиям к железу здесь кратно отличается. Итак, давайте посмотрим, какие нам модели для Z-Image Turbo понадобятся, какие у нас квантизации есть и в какие пайпки эти модели следует положить. Смотрите, первая это модель клиповая, это QVN3 4B, Q8, либо там другие квантизации можно скачать, но это все ГГУФ варианты. Эти модели нужно будет поместить в папку Clip. Далее, Y модель у нас используется от Flux 1, FP16, например, ее нужно будет поместить в папку Y. А вот генеративные модели, которые помещаются в папку Diffusion Models, вот сюда вот, у нас их есть несколько вариантов. Первый, самый качественный, самый хороший вариант, это BF16. Эта модель будет потреблять около 12 ГБ видеопамяти, но это максимальная по качеству модель детализации, с ней будет максимально хорошей. Следующая модель по детализации, это модель FP8, она потребляет уже поменьше видеопамяти, в районе где-то 16-12 ГБ, вот так вот. Но я думаю, на 12 ГБ она тоже должна работать, она поменьше весить, всего лишь 5,7 ГБ против BF16, это 11,4 ГБ. Эта модель тоже достаточно неплохо генерирует, но по деталям, по мелким деталям она будет отличаться от BF16. Если учитывать, что у нас генерации все-таки больше в фотореализме, то мелкие детали здесь важны, чтобы фотореализм был похож на фотографию. И поэтому, если у вас позволяет ресурс, скачивайте именно BF16 модель. Смотрите, ну если у вас вообще не хватает видеопамяти даже на FP8 модель, то есть вот такие модели GGU, которые значительно меньше потребляют видеопамяти, если вы будете скачивать кванетизацию Q4, Q5, может быть Q6. Теперь давайте посмотрим на схему, схема абсолютно простая. Здесь у нас загружается диффузионная модель, можно ее загружать в формате FPBF, либо вот так вот можно переключиться на формат GGU, это выключить, а это включить вот таким вот образом. Следующая модель клиповая, это LM-QVN3-4B, тоже опять же через узел GGU. И последняя модель это FluxWire 1. Теперь смотрите, есть некоторые нюансы, чтобы у вас эта схема запустилась. Нужно, во-первых, обновить ConfUI, чтобы он у вас был в последней версии. И далее нужно будет перейти в менеджер, Custom Notes Manager. Здесь нужно будет обязательно найти узлы GGU. Вот так вот набираем здесь в поиске, находим вот эти вот узлы, и нажимаем Switch и переключиться в Nightly режим. И если у вас уже установлены узлы Nightly, то обновить их до последней версии 1.1.7. Если у вас Sage Tension не установлен, то вот этот вот узел нужно будет отключить, эту тоже галочку нужно будет снять. Вот здесь мы пишем подсказку, негативная подсказка в принципе не имеет значения, потому что у нас CFG будет равен 1. Смысла его повышать особо нет, если только вам нужны какие-то мультяшки, но там опять же детализация будет резаться. Подсказку мы можем писать прямо на русском языке, без всяких переводчиков. Если вам нужно будет написать какой-то текст, напишите объемные буквы, либо текст. Далее двоеточие, например, и в кавычках пишите текст. Z-Image вполне корректно генерирует текст на русском языке. А если он не очень прям большой, там слов скажем 5-6, он может реально сгенерировать. Может быть не с первой попытки, но там с попытки 5-6 генерирует. Давайте перейдем в сэмплер. Здесь у нас вот такие вот настройки. 8 шагов. На самом деле больше шагов повышать не стоит. Я пробовал здесь различные значения. Скажем 30 поставите, лучше у вас генерации не будет. Но есть некоторые нюансы. Если вы будете генерировать какой-то текст на русском языке, например, то в этом случае нужно реально поставить steps 30 шагов. Тогда текст получается действительно стабильный и меньше ошибок. А вот при 8 шагах получить стабильный текст даже с 5 слов практически нереально. Сэмплер и планировщик здесь изначально отлично подобраны. LR и simple, они вполне здесь подходят в большинстве случаев. Иногда здесь можно выбрать сэмплер, например, вот такой вот C3. Иногда он получше себя показывает, но он уже подольше генерирует. Но опять же, LR и simple в большинстве случаев дают результат схожий. В принципе, разницы какой-то особой сильной нет. Генерации у нас получаются вот такие вот. Они фотореалистичные, они собранные. Мелкие детали тоже достаточно собранные. Пальцы не разлетаются. Именно детализации прям в мелких-мелких деталях ее все-таки немножко не хватает. Но с другой стороны, и Flux 1, он тоже в мелких деталях, прям вот на чистой генерации, без апскела, не дает каких-то умопомрачительных деталей. Теперь давайте перейдем вот сюда, вот к настройкам разрешения. Здесь мы можем выбрать любые вообще принципы пропорции, которые вам нужны. И разрешение выставляется вот здесь. От 1.05 мегапикселей до 3 мегапикселей можно выставлять. Я заметил, если повышать разрешение, там примерно до 3 мегапикселей изображение становится такое блеклое, меньше цветов у него. Если 1 мегапиксель, то максимально такая сочность получается. Но детализация все-таки примерно вот на 2-2,5 мегапикселях получается лучше. Мелкие детали будут лучше проработаны. По скорости генерации получается достаточно быстро, и на 2,5 мегапикселях время генерации в сэмплере составило 5,9 секунды. Это примерно как на SDXL модели. Вот для примера генерации на BF16 вот с такой вот подсказкой. На изображение представлено женщиной в стиле вестерн. Она сидит на кожаном диване, одета в белую рубашку, черную кожаную куртку, ну и так далее. Здесь у меня включены Sage Tension, Auto и True. Далее вот такие настройки сэмплера, и вот такое вот изображение получается. Это чистая генерация. По времени генерация заняла 6,3 секунды. Разрешение этой генерации 2,5 мегапикселя. Следующая генерация на PP8 модели. Здесь системный пронт вот такой можно прописывать, поскольку это LM модель. Здесь я говорю, что этой модели она ассистент для написания подсказок и должна писать подсказки для генерации изображения. Дальше двоеточие и уже пишу свою подсказку. Взрыв мандаринов на черном фоне. Мандарин взлетают. Рекламный постер, объемные буквы, мандариновый бум. Это текст в кавычках написан, который должен получиться. Настройки сэмплера вот такие вот. Время генерации 6,2 секунды. Разрешение здесь 1,1 мегапиксель. Степс здесь 16 шагов, не 30, 16 шагов. И вот такое вот изображение в итоге получается. Вот такая вот надпись мандариновый бум. И еще для примера вот такая вот генерация. Она артовая, но все-таки уходит тоже в фотореализм. Здесь написано вот такая вот уже большая подсказка на английском языке. Модель тоже BF16 и настройки сэмплера. Вот такие вот сид 3 используются. Но в принципе если мы поставим эйлер, вот такой вот сэмплер и нажмем заново generate. Да, смотрите, с эйлером получается даже лучше. Я там просто экспериментировал. Там различные у меня, видите, сэмплеры были и планировщики. В принципе, эйлеры simple. Детализация она даже лучше и более тонкие из детали, чем вот с теми сэмплерами, которые я там экспериментировал. Друзья, ну и что можно сказать про модель Z-Image Turbo? Эта модель действительно очень интересная. Она подойдет, если вы генерируете фотореалистичные арты, генерируете просто имитацию каких-то фотографий и если вам нужны генерации русского текста, то есть каких-то логотипов или что-то подобного. Эта модель будет просто незаменима в этом сегменте. Ближайших моделей с таким ресурсопотреблением в принципе нет. Flux 2, например, тоже может генерировать русский текст, но она значительно тяжелее. В качестве плиточного апскейлера эта модель тоже не подойдет. Flux 1 значительно лучше держит сцену на плитках. В общем-то, эта модель не подходит для апскейла. Эта модель отлично подойдет для фотореалистичной генерации, генерации текста. Смотрите схему, которую я сейчас показал, я приложу на Boost и в Telegram канале. Там можете зайти, тоже в комментариях эта схема будет приложена. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok